То, что вы сейчас здесь видите, обошлось заказчику в 1 миллион 100 тысяч рублей. Фактически за 1 миллион 100 тысяч рублей с копейками вы получаете полноценную двухкомнатную квартиру. Ждем заказчика. Понравилось то, что не построили каркас, не накрыли его крышей, и после этого не было конкретного принятия. Пришлось заказывать доп. опцию уже после заключения договора. Друзья, всем привет! С вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаос. И за моей спиной находится дом, который мы построили. Почему я в таком формате сейчас все записываю? Потому что я приехал, на самом деле, на улицу уже довольно темно. И продолжает темнеть, и я не хочу тратить время на подключение оборудования, микрофонов и всего прочего. Поэтому давайте, чтобы не откладывать в долгий ящик, приступим. Вот так этот дом выглядит снаружи. Это одноэтажный дом, 7,5 на 7 метров. В принципе, вот то, что вы сейчас здесь видите, обошлось заказчику в 1 миллион 100 тысяч рублей. Вот вы можете понимать, что вы можете получить за эти деньги. Прежде всего, здесь утепление 150 идет по стенам, плюс 50 миллиметров перекрестное снаружи. Каркас выполнен из сухой строганной доски, камерной сушки. Все работы проводятся по нашей системе контроля качества ТДК, которую я сам лично разработал. Это такой чек-лист, по которому прораб проверяет все сделанные бригады работы. А бригада, соответственно, тоже может понять, какие к ней будут предъявлены требования. Снизу здесь вы можете увидеть, а может и не можете. Сейчас я попробую подсветить это. Вы можете увидеть сетку от мышей. Соответственно, пленка, сетка и затем уже идет обрешетка из сухой, тоже строганной доски, дюймовки 20 на 100. Обвязка обработана антисептиком. Как видите, у нее другой цвет, если сравнить ее с выпущенной контробрешеткой. Контробрешетка выпущена под дальнейший монтаж цокольных панелей. Дальше идет отлив. Имитация бруса. Все тоже сухое. Камерные сушки. Подшивы выполнены из вагонки. Также здесь смонтировано несколько клапанов, приточных вентиляционных клапанов, через которые воздух поступает в дом, а наверху установлены вентвыходы. Сейчас не знаю, видно их будет отсюда или нет, через которые, собственно, воздух, отработанный из дома, уходит. Это важная история для каркасного дома. Сейчас мы с вами пойдем внутрь, посмотрим, что там внутри. Вот, кстати, еще один вентиляционный клапан. Сразу давайте, пока окончательно не настала ночь, камера продолжает каким-то чудом вытягивать картинку. Здесь, да, обратите внимание, довольно грязно. О, Антон, будешь мне помогать? Думаю. Давай. Это у нас комплектация называется под отделку. То есть, все утеплено, зашито пароизоляцией, проклеено скотчем дельта, смонтирована тоже контробрешетка, на которой в дальнейшем можно монтировать шестовую отделку. Еще раз пару слов про утепление. Снаружи стены 150 плюс 50 перекрестное утепление, то есть, перпендикулярно снаружи смонтировано для того, чтобы перекрывались все мостики холода, если вдруг для кого-то это не очевидная информация. Значит, на полу у нас утепление 200 миллиметров, и это достаточная толщина и для балок пола, чтобы пол был достаточно жестким. И мы стараемся, когда проектируем, чтобы не более там двух метров получалось расстояние между обвязкой, да, чтобы вот этот пролет для балок пола был не более двух метров. Ну, максимум там два с половиной. Значит, пол получается жестким, теплым 200 миллиметров, потолки тоже 200 миллиметров, причем везде мы сейчас используем только плитный утеплитель. В стенах, в полу, в потолке, везде только плитный кнауф, соответственно, в перегородках 100 миллиметров. Я очень люблю дома с таким вот вторым светом, потому что за счет этого получается очень много пространства, и действительно гораздо приятнее в таком доме находиться. Фактически за 1 миллион 100 тысяч рублей с копейками вы получаете полноценную двухкомнатную квартиру с такой просторной гостиной, с большими высокими потолками. На мой взгляд, решение более чем удачное, и если у вас есть подобный бюджет, то вот вы можете рассчитывать на такой результат. Обязательно тоже используем, обратите внимание, вот большая стена высокая, обязательно диагональная связь жесткости у косина, да, в простонародье, или раскосинами кто-то называет. Обязательно мы их врезаем в нижнюю обвязку стены, врезаем в верхнюю обвязку стены, врезаем в каждую стойку. Только таким образом у косина может работать на все свои 100%. Ну и все, обязательно пленка вся должна быть проклеена герметично, чтобы пар не проникал в утеплитель, не мочил его. По правилам укладки пленки все очень просто, для тех, кто тоже не знает, шершавой стороной пленка должна быть внутрь. То есть внутри пароизоляция шершавой стороной внутрь, снаружи ветрозащита шершавой стороной тоже вот внутрь идет, как бы в утеплитель. Как проверять, в той или стороной уложена пленка, у меня есть один ролик, который очень наглядно это показывает. Давайте тоже ссылку в описании оставлю, посмотрите. Надеюсь, вам понравится. И давайте, тут чердак есть. Здесь у нас, если вы обратили внимание, как бы два таких ската получаются. Да, вот здесь один чердак у нас получается, и с другой стороны другой чердак. Вытяжка под вентиляцию, обратите внимание, тоже обязательно вот такие окошки, чтобы проветривалось чердачное пространство. Это тоже важно и нужно для того, чтобы здесь не было конденсата на чердаке и ничто не капало никуда. Вот, ну, опять-таки же обратите внимание на то, какая доска, сухая строганная, то, что везде на всех стыках проложен джут, для того, чтобы не было задуваний внутрь. В общем, все по нашей технологии, все как всегда, все идеально, я бы сказал, почти идеально. Конечно, огрехи у всех бывают. Я вот в предыдущем ролике говорил, что есть у меня мысль, может быть, записать отдельный ролик про то, какие у нас огрехи бывают на стройке, какие косяки, как мы их исправляем в процессе стройки. Не все из них даже до заказчиков доходят, потому что мы обнаружили, все исправили, и как бы заказчик уже видит конечный результат. Но если вам интересно посмотреть про эти огрехи, пишите в комментариях, ставьте лайки этой записи, так я пойму, что вам это, в принципе, интересная тема. Также особое внимание прошу уделить тому, как смонтирована даже такая, казалось бы, мелочь, как отлив. Он идет сюда, загибается вот таким образом, и потом уже только на него сверху монтируется откос. Эта история здесь герметизируется, то есть таким образом у воды нет никаких шансов попасть куда-то внутрь. У нас это все тоже в чек-листе прописано, и бригада строит именно по этому чек-листу. И еще поделюсь небольшим секретиком, что у нас в чек-листе есть пункт о том, что даже вот эти вот крепления для москитных сеток должны быть смонтированы в уровень. Вот, пожалуйста, в уровень. Сейчас по традиции будет фотоотчет со строительства этого дома. Ждем заказчика, если у него будет желание у нас ставить видеоотзыв, соответственно, сначала будет отзыв. Всем здравствуйте, меня зовут Филипп, строили дом 7х7, срок уложились в 3 недели. Качество материала, как и было заявлено, все отличное. По моментам работы были небольшие вопросы. Давайте, вот что вам не понравилось? Немножко не понравилось, как строилась работа в плане поэтапных. Этапы такие были. Был собран каркас, и до конца была закрыта часть кровли. Эта часть кровли не закрытая. Начали делать утепление потолка без кровли. Потом начали делать перекрестное утепление опять без кровли. То есть, кровлю накрыли в самый последний момент. То есть, это повезло с погодой. Я думаю, если с погодой не повезло бы, то, наверное, будет что-нибудь. Саша, проясни. Все просто. То есть, мы собрали каркас, собрали стропила. То есть, на эту часть не хватило стропила. И ждали, пока довезут. А бригада начала утепление перехлестное. Здесь начали утеплять. Поскольку тут уже была... Да, а эта часть еще была не накрыта. Потому что это было под крышей. И, соответственно, чтобы продолжать работу, мы эти работы делали. Филиппу это не понравилось. А вы еще каркас не закончили, говорит, скелет. Я понял. Вы считаете, что нельзя так делать? Мне кажется, да. Потому что нужно вначале принять работу скелета. Чтобы не было вопросов. А когда вопросы все будут закрыты под зазором и чему-то, уже потом делать утепление и ветрозащиту. Просто когда делать утепление и ветрозащиту, уже же не видно ничего. Логично. Вот этот момент тебе не понравился. Мы пообщались, все моменты посмотрели. Дальше процесс уже пошел. Все подробно. И по поводу фотоотчета пожелать хочется. Может быть, это с заказчиками отдельно обговариваются. Именно в плане подробностей его. Фотоотчет получается такой обширный. И хочется посмотреть на качество, а ничего не понятно. Допустим, каждый узел, допустим, идет обвязка, каждый узел как он сложен. Ага. Потом идет, как каркас строится, как у косины врезаны. Вот, то есть фотоотчет недостаточный для меня был в общем. То есть вам не хватило деталей в фотоотчете, чтобы прямо увидеть каждый узел? То есть даже, наверное, 50% непонятно было, что происходит. То есть мы приезжали, и только после этого уже было видно, что хорошо, что не очень. Хорошо, может, еще что-то есть, что вам не понравилось в работе с нами? Момент, то, что пришлось заказывать доп. опцию уже после заключения договора, отлив. А, что изначально не включили вот этот отлив, который внизу идет, да? Вот у нас, например, опция такой, то, что защита от мышей, я думал, это сетка, это она все закроет. Оказалось, то, что вензазор, это тоже доп. опция. То есть я это тоже не знал, то есть у нас ее сейчас нет. Хорошо, учтем. Вот эти моменты такие, то есть хотелось бы на будущее, чтобы, наверное, заказчикам какие-то подчеркивали то, что нужно. То есть этого уже было по факту, как бы договор подписали, все дела. А по итогу Ирина, менеджер, нам пишет, вы будете отлив ставить, а я и откуда должен знать, надо его ставить, нет? Да, вы правы, вы правы, это с нашей стороны. Вот такой момент был. Что понравилось? Скорость понравилась, материал понравился, в принципе, как вопросы мы быстро разрулили, у нас ситуация конфликтная небольшая получилась, как бы вот Антон подключился, мы собрались здесь и пообщались, то есть всю ситуацию прояснили сразу. А с точки зрения организации, вот работ тоже? Вот организации, я же говорю, то есть чуть-чуть, чуть-чуть не в плане подвоза материалов и организации процесса, для меня чуть-чуть непонятно было, то есть почему было именно так. Ну, понятно. А все остальное, ну, если... Три недели, вообще шикарный результат. Ну, работай с нами, вы же тоже смотрели ролики наши на ютубе, прежде чем подписать договор, переживали, вот у вас были какие-то ожидания, возьмем их 10 баллов, вот относительно, вот 10 баллов, на сколько баллов в реальности мы для вас сработали? Брать что-то отдельное или все вместе? Ну, все вместе, вот. Все вместе, вместе с работой менеджера, бригадами со всеми, я, честно, 8 поставил, да. Вот из-за тех недочетов, про которые сейчас сказали. Да, да, я бываю, то есть моментов на подписании договора были моменты, потом этот, ну, были не состыковочки, то есть 8, я думаю, справедливая оценка. Спасибо вам большое за честную обратную связь. Пишите свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, ставьте палец вверх, если понравилось видео, или, вот, как я уже сказал, хотите увидеть ролик про наши косяки тоже. И увидимся на строительстве вашего дома. С вами был Владимир Колосов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok